Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Соскучились по нашему бизнес-завтраку, наверное, потому что мы достаточно долго прогуливали, много было работы. Интересно связано именно с управлением, с менеджером, с корпоративными культурами. Мы сегодня с огромным удовольствием продолжаем начатый нами взятый курс давным-давно. Что мы делаем в наших программах? Исследуем эффективность управления людьми с разных абсолютно сторон. И сегодня мы зайдем с очень интересной стороны. Я вчера писал анонс в своих соцсетях о том, что когда мы используем диджитал-технологии, когда мы опираемся на талант, это становится совсем что-то особенное. И поэтому у меня сегодня в гостях замечательный гость Олег Цитович, старший менеджер по привлечению талантов Coca-Cola. Доброе утро! H-A-B-C России! Я точно выговорил? Практически пойдет на первый раз. Доброе утро! Очень рад тебя видеть, спасибо! У нас долго-долго мы согласовывали наши графики, у меня, скорее всего, чаще всего не получалось. Но счастье мое, что ты здесь. Я очень этому рад. Все-таки Coca-Cola – это компания, считаем, наверное, одним из самых дорогих брендов в мире. Каково это быть членом команды Coca-Cola? Ну, это большая ответственность, прежде всего. С одной стороны, это очень интересно, и очень много интересных задач, очень сложных задач. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что все, что ты делаешь, отражается на этом великом бренде, поэтому 10 раз должен подумать, прежде чем что ты делаешь. Но зато ты действительно получаешь удовольствие. Вот как ты себя ощущаешь, что ты Coca-Cola? Не знаю, это очень внутренняя какая-то история. То есть, ты приходишь в компанию, наверное, первое время ты осматриваешься, и тебе кажется странным, что все люди действительно одинаково ощущают этот мир, и через какое-то время ты начинаешь ощущать его так же. И ты входишь в эту культуру, это совершенно естественное ощущение. То есть, ты не должен делать каких-то усилий, чтобы стать Coca-Cola-щиком. Ты просто либо разделяешь эти ценности, либо не разделяешь. И если разделяешь, то все остальное происходит очень естественно. Слушай, ты знаешь, вспоминая какой-то клип, не помню, где идет… А, The Wall, помнишь этого Pink Floyd? Ой, нет. Какой-то с молотками? Да, да, да. Где ты идешь, проходишь через такую рамку, ты был обычным, зашел, чик-чик, ты стал кукурузчиком. В том-то, наверное, и прелесть, что здесь нет молотка или какой-то рамки, и люди, которые работают в компании, они очень разные изначально. Но то, как они действуют, то, какие ценности они разделяют, безусловно, эти вещи схожи. Но, опять же, они, наверное, схожи не потому, что они пришли и стали их разделять. Они приходят уже, потому что есть это совпадение. И вот как магнит, наверное, компания и люди притягивают друг друга. Ты сейчас в трех фразах рассказал пять слайдов моей презентации, посвященных системе управления по ценностям. Первое – это магниты стружки. Приглашай, если нужно, я расскажу всегда с удовольствием. Да, и, конечно, когда ты сказал слово «ценности», для меня это, знаешь, является, на мой взгляд, самым главным. Причем при том, что мы сейчас по-разному относимся к понятию ценностей в компании, к корпоративной культуре, к развитию. Все равно это все-таки является, знаешь, как сказать, корой, опять же, этими иностранными, ключевой вещью, которая формирует модели поведения сотрудников. Вот скажи мне, пожалуйста, твоя биография мне тоже очень понравится. Вот ты недавно, еще до Кока-Коли, сколько, полтора-два года до Кока-Коли, ты был в самолете сухого, правильно? То есть, по идее, у тебя должны быть крылья за спиной, кепка пилотная, истребители, сухой суперджет, и там была другая, наверное, культура. Ну, культура другая, но вообще, если говорить об авиации, в моей жизни она играет очень большую роль, я заканчивал мои, и, наверное, это то, что навсегда в моем сердце останется. Летал сам в кабине? Я летал на тренажере. Условно, на настоящем самолете нет, иначе это был первый и последний полет. Но на тренажере, да, я пытался посадить суперджет. Ну, это разные с точки зрения организации бизнеса, разные с точки зрения задач, но, тем не менее, это не противопоставляемые друг другу, наверное, бизнесы. Потому что и там, и там нужно достигать результата, и там, и там есть большие команды, и там, и там нужны какие-то вещи, которые их объединяют. Понятно, что, опять же, исходя из особенностей и задач компании, они немножко меняются. Но я не могу сказать, что я пришел в другой мир, когда я сделал этот переход. Да, много было нового, да, много было другого, но через пару месяцев у меня было ощущение, что я здесь уже очень давно. Знаешь, для меня это важный вопрос, и я хочу сейчас немного с него поразогреваться. Давай. Потом уже перейдем в одну тему. Вот смотри, в тех комплиментах, когда ты сказал, там, часть моей презентации, сказал очень фундаментальную вещь, что кококольщики – это люди, привлекаемые, причем приходящие именно те, кто разделяет изначально, даже не зная об этом, некие, как бы транслируемые брендом ценности компании. Ты работал в одной компании, уволился, перешел в другую. По идее, где-то у тебя должно быть, знаешь, помнишь, ты еще застал тот момент, когда были дискеты? Конечно. Помнишь, это сколько там? Двух форматов я помню. Причем одна была пятерочная, здоровая, вот в мои у вас, наверное, были, а я-то как юзер обычно… В мои уже было все современное в тот момент. Вот эти, как их, 1,4 мегабайта, да, даже они были? 1,44, по-моему, да. 1,44, мега или гига? Не, мега. Мега, что? Мегабайта. Так вот, первое, что я всегда мучился с тем, что я их всегда форматировал, и они, зараза, все время портились. И вот этот маленький, мне же интересно, что-то внутри я разобрал, там такой диск магнитный, по сути, как… И вот скажи мне, пожалуйста, вот у нас у каждого здесь есть такой диск, в принципе. Ты заходишь в свои самолеты сухого, тебе там нанесли какую-то информацию, и ты живешь, не накапливая, развивая, увеличивая память этого диска, интегрируя внутри себя. Вышел, зашел в другую. Процесс форматирования был, или ты… Вот сейчас я питаюсь, знаешь, формулирую какой вопрос? Все-таки люди, приходящие, привносят что-то свое и за счет этого усиливают культуру. Или они отформатируются и начинают принимать новую культуру, чтобы стать кококольщиками? Ты знаешь, такой сложный вопрос. Я пока так говорил, вспоминал, что я тоже разбирал дискеты. Ну, наверное, все-таки есть какие-то базовые ценности жизненные у человека, которые не форматироваются, и которые отформатировать нельзя. Например, одна из наших ценностей – это верность принципам. То есть, мы делаем те вещи, которые действительно нужно делать, не те, которые легко, не те, которые, может быть, можно сделать быстро, а те, которые нужно сделать правильно. И вот, на мой взгляд, это вещь, которую нельзя привить или переформатировать как-то. У человека это либо есть, либо нет. Другой вопрос, что, повторюсь, мы все разные, с разным опытом, с разным видением, с разными подходами к решению одних и тех же задач, и в этом смысле мы привносим. Но вот, наверное, есть какая-то базовая, знаешь, как на дискетках была защищённая область. Помнишь такая защищённая область и ещё рычажок переключения? Вот, я тоже по нему вспомнил. Вот, наверное, есть эта защищённая область, которая должна совпадать, а остальное – это как раз то, что человек привносит в компанию, и тем самым и её обогащает, и, наверное, развивает себя. Потому что, действительно, переходя из компании в компанию, это может как-то развиваться дальше. Олег, знаешь, какой мне важный ещё вопрос? Ты сказал, приходят в компанию люди, похожие друг на друга, ну, там, похожие, разделяющие ценности. Вот, когда ты приходил в компанию, у тебя свежие воспоминания, там, полтора-два года назад, было ли что-то, что в процессе интервью заставило тебя задуматься, а готов ли я принять эти ценности, которыми живёт компания? Или были ли вопросы, связанные вообще с ценностями? Ну, вот вопросов там, какие у тебя ценности, конечно, не было, и никто их не задаёт, да, есть большое количество инструментов, которые мы используем, чтобы проверить. О, как раз мы уже подходим, наверное, к диджиталу какому-то, да? Ну, в том числе, вот, но, возвращаясь к твоему вопросу, я бы не сказал, что было что-то, что меня вот оттолкнуло, иначе я бы, наверное, не принял это решение. Безусловно, ты всегда взвешиваешь какие-то вещи, и ты никогда не сможешь полностью знать о компании всё, и всё равно ты делаешь какие-то предположения. И вот по тем людям, которых ты видишь, потому как они с тобой взаимодействуют, насколько они тебе кажутся, не знаю, адекватными, совпадающими с тобой, и ты принимаешь решение. Поэтому в моём случае вот это всё совпало очень хорошо, всех людей, которых я видел, они мне показались близкими мне, ну и, собственно, это оказалось правде. Супер. Мы заявили тему таланты, и для меня это прям очень интересно, я всегда веду с собой какой-то, знаешь, некий конспект, я всегда говорю, что каждая программа – это как мини-курс на эту тему. Если ты хочешь что-то узнать, сиди, слушай, ставь на паузу, разбирайся, там смыслов, которые выдают наши спикеры колоссально, и огромное вам за это спасибо, и тебе в частности. Ты человек, который привлекает таланты в компанию, таланты. Давай начнём, может быть, просто с элементарного понятия, а что такое талант в понятии компании Кока-Кола. Ну, здесь, опять же, очень, наверное, спорить можно всю программу, и, безусловно, сколько будет людей, столько мнений. Давай своё. Да, ну, я скажу какие-то банальные, может быть, вещи, что, наверное, бизнес делают люди, и от того, кто эти люди, зависит успешность или неуспешность бизнеса. Поэтому таланты – это те люди, которые действительно двигают компанию вперёд, которые обеспечивают ей конкурентное преимущество, причём в такой некой продолжительной перспективе, то есть не только в моменте, но и стабильно ты получаешь некий приток талантов, который развивает компанию, делает бизнес, придумывает новые идеи и действительно делает компанию лучшей на рынке. Потому что, мне кажется, что, ну, и все это видят, мир ускоряется, жизнь ускоряется, всё очень быстро меняется, и ты должен очень быстро реагировать, ты должен очень быстро придумать что-то новое. Это могут сделать только люди, да, вот те самые таланты, о которых мы говорим. Помнишь, когда был рабовладельческий строй? Не помню. Там, ну, из фильмов мы видим, что, знаешь, стоит очередь, у чувака это такая раскалённая штука, на ней написано «талант», и подходишь тебе на плечо, пошёл. Не совсем талант, по-моему, был, но да. Есть, вот, например, мы зашли в компанию, вот это талант, а это не талант, как можно определить? Ну, смотрите, есть на этапе входа у нас достаточно большое количество инструментов, причём у нас весь персонал разделён на несколько сегментов, для каждого из них есть свои инструменты отбора, и мы действительно очень тщательно проверяем те вещи, которые для нас нужны. Секунду, талант – это сквозная вещь от топа до сотрудника или нет? Да, потому что у нас есть система в компании, когда для каждой из позиций должен быть преемник, то есть, это тот, по сути, талант, который подрастает на существующую роль. Это обязательное требование? Это обязательное, да, это обязательное. Меня назначили сегодня руководителем, да? Когда я должен приступить к формированию преемника? Вчера. Ого, круто. На самом деле, ну, я, конечно, шучу, понятно, что ситуация… А вы это положение туда, наверх, не передавали? Туда, смотря куда, наверх, насколько наверх. Чтобы там тоже сразу готовили преемников. Ну, мы пока ограничиваемся рамгой нашего бизнеса, но действительно, это очень важно. То есть, каждый из руководителей понимает, что ему для того, чтобы двинуться самому дальше, потому что он тоже является, возможно, преемником на какую-то более высокую роль, но чтобы сделать это движение, у него должен быть преемник на его позицию. Это сквозная вещь. Я стал руководителем, это значит, возможно, я попал в преемника кому-то ещё. Соответственно, я должен в себе сформировать преемник. Да, но это зависит не только от того, что ты формально стал руководителем, это зависит от результатов ежегодной оценки. Плюс у нас есть в компании программа ускоренного развития. То есть, когда мы как раз идентифицируем этих талантов, проводим определённую оценку и отбор. Там есть номинации руководителей, которые доминируют своих талантливых подчинённых, есть самономинации. Дальше мы вот эту оценку проводим, отбираем пул ребят, которые участвуют в программе, и они проходят дополнительное обучение, чтобы быстрее сделать этот шаг следующий и быстрее продвинуться на следующую позицию. И самое, наверное, важное, что эта система сквозная с точки зрения и стран. То есть, вот этот пул талантов, он может быть потом использован в другой стране, поскольку те подходы к оценке, те инструменты, которые мы используем, они одинаковые во всех странах. И это очень важно. Очень много вопросов крутится сразу в голове, я думаю, с какого начальника. Итак, ты отбираешь таланты. То есть, получается, твоя задача принимать на работу талантов уже. То есть, это уже какие-то люди с неким каким-то более высоким показателем, нежели в среднем среднее по компании. Какой жизненный цикл талантов в компании? Ну, не по компании, я бы сказал, среднее, а по рынку. То есть, выше, чем по рынку. Потому что в компании они примерно кто-то лучше, кто-то хуже. Итак, вот он зашёл. Какой его жизненный цикл? Что там с ним происходит? Куда он может попасть? Что с ним? Как его развивают ещё? Ну, безусловно, первое время человек тратит на адаптацию. Сколько примерно по времени вы считаете необходимо адаптироваться в компании? Знаешь, зависит, опять же, от уровня позиции. Если это позиция начального среднего уровня, то это от 3 до 6 месяцев. А топы? Ну, от полугода до года. Наверное, это тот период, за который мы считаем, человек должен в эту роль. Правильно я тебя услышал, что, по большому счёту, компания даёт авансом человеку право адаптироваться, это значит, вникнуть в течение какого-то времени, понимая, что это время необходимо, чтобы человек вошёл в работу. То есть, если мы говорим о топах, как происходит в основном в компаниях малого и среднего бизнеса? Тебя сегодня назначили директором, завтра с тебя уже спрашивают результаты. Это нормально, потому что скорость другая, и масштабы надо меньше. Здесь тоже, знаешь, нет такого, что человек пришёл полгода, ходит, учится, смотрит и ничего не делает. Это, наверное, невозможно в совремённом мире. Другой вопрос, что вот этот первый период мы стараемся максимально ему помогать. И зная те вещи, которые, скажем, сложны для понимания новых людей, мы на это делаем акцент. С точки зрения понимания структуры, понимания бизнеса, выстраивания связей внутри компании. Конечно, мы стараемся максимально поддерживать вот эти первые 6 месяцев, год, но задачи прилетают сразу. Тут нет, к сожалению, возможности, как и в российском бизнесе, отдохнуть, подождать, нет. Олег, расскажи мне, пожалуйста, о жизни талантов Coca-Cola. Что я имею в виду? Существует ли, например, отдельная тусовка талантов, отдельный какой-то конкурс для них, отдельные какие-то проекты, сборища их, какие-то выезды, выезды в мире, где там глобальные таланты? У нас, мне кажется, тусовки для всего существуют, и это очень хорошо. Но вот то, с чего я немножко уже начал рассказывать, программа ускоренного развития, которая есть, безусловно, это тоже отчасти можно назвать некой тусовкой, потому что есть целый ряд мероприятий, которые мы проводим для вот этого пула, каждый год нового пула. Давай начнём, вот он пришёл. То есть, у него должна быть логично принятая стандартная процедура адаптация. Она, наверное, для талантов какая-то особенная. Нет-нет-нет, но здесь она одинаковая для всех. Мы изначально предполагаем, что все таланты, потому что мы, опять же, делаем определённый отбор, достаточно серьёзный. Другой вопрос, что дальше кто-то растёт быстрее, кто-то проявляет больше потенциал, и, собственно, вот их мы уже потом идентифицируем, но у нас нет такого, что мы, не знаю, набрали толпу людей, а дальше давайте посмотрим, кто из них талант. Это не так. У нас в целом процесс отбора такой действительно очень серьёзный. То есть, старт единый для всех, возможности равные для всех. Абсолютно, абсолютно. И они и дальше равные. Просто тот, кто хочет развиваться быстрее, тот, кто хочет делать больше, у него для этого очень много возможностей. Никто не заставляет, никто его там не говорит, что ты должен пойти учиться. Нет. Но предоставить эти возможности, дать эти шансы, мы стараемся по максимуму. И, соответственно, тут, наверное, определяются эти таланты. В том числе за счёт своей мотивации, своего желания, где-то экстра усилий, которые они прилагают, чтобы достичь большего. На каком моменте пути обычного сотрудника, который не хочет, вот ведь есть же счастливые люди, которые просто довольны тем, что он есть, и они эффективны, качественны. А кто-то стал с этап талантами. Вот на каком пути их расходится, и где получается вот это особое обучение талантов? Ты всё время пытаешься к какому-то разделению привести, и ты всё время пытаешься уйти от ответа. У нас нет никакого разделения, просто, опять же, когда мы говорим о талантах, это тот путь, который они в том числе выбирают сами, используя те возможности, которые есть. Но это не отделяет их в какую-то, не знаю, особую касту. Или, не знаю, мы их пересаживаем в отдельный офис, огораживаем стеной, пишем большую надпись «талант» и не подпускаем тех, кто туда не попал. Это абсолютно не так. Это всё равно одна большая общая семья, причём семья всех стран. И мы взаимодействуем, мы работаем. Как тогда таланту выделиться, стать экстраординарным талантом, чтобы его заметили? Ну, смотри, во-первых, просто хорошо работать, да, начнем с этого. И, безусловно, опять же, то, о чём говорил, руководители заинтересованы в определении своих преемников, и они замечают таких людей, говорят о том, что такие люди есть. Плюс разные системы, которые работают. Плюс, да, возможность самономинироваться на какие-то программы вскоре развития, плюс есть огромное количество проектов сторонних, кроме основной задачи, основных обязанностей человека, можно поучаствовать в проектах, которые к ней не относятся. Это бесплатно или бесплатно? Денег мы с них не берём. Нет, нет, смотри, я о чём хочу сказать. Мне очень важный интерес, вот недавно я узнал опыт одной интересной компании. Они развивают тоже свои таланты. И они говорят, слушайте, вот у нас в разных департаментах, ты работаешь в одном, вот в других департаментах есть микропроекты. Что это значит? Вот смотри, проект длительностью месяц. Ты хочешь развиваться, вот бери его от начала до конца, делай и приноси результат. За это не платят деньги, это дополнительная нагрузка, но это позволяет человеку приобрести какие-то новые сферы своего знания. Вот что-то подобное у вас происходит? Да, здесь нет дополнительной материальной мотивации, потому что, опять же, мы видим эти вещи как инструменты развития. Да, они же работают в коллаборационных, кросс-функциональных командах, знакомятся друг с другом. Более того, иногда, скажем, человек, который сейчас не имеет руководящего опыта на своей текущей роли, но при этом он в проекте... Может быть, руководителем проекта. Да, и он получает тот самый необходимый критический опыт руководства, который на своей позиции он бы не получил, и потом двигается дальше. Супер. Можно мне методологически, а получается, где-то есть некий проектный офис, который вот эти проекты раздаёт, или просто это на уровне глобальном каком? Нет, но вот если мы говорим о, опять же, наших программах искоренного развития, там действительно каждый человек получает конкретный проект, и они готовятся, исходя из потребностей бизнеса и тех участников, которые в программе участвуют. Но есть просто очень много бизнес-ниц, то есть реальных задач, которые находятся, скажем, на стыке функций. И это руководитель этой бизнес-функции может прийти и сказать, слушайте, у меня есть проект, есть у вас желающие помочь мне? Может быть так, может сам человек прийти и сказать, слушайте, я вижу, вот у нас есть непокрытая часть задач, никто с меня не берётся, мне очень интересно, я хочу за это взяться, дайте мне возможность. Давай на секунду поставим на паузу и поговорим, что нам удалось понять, чтобы все наши слушатели разобрали, что такое управление талантами в Кока-Коле. Итак, все таланты – это лозунг или идея, или месседж, который вы транслируете при входе. Вы отбирая, то есть мы сейчас не пока, просто вот система попытаемся отработать, все получают равные возможности, проходят ускоренный курс развития, и потом человек уже сам для себя определяет, хочет он ещё больше развиваться, нежели чем есть. И для этого и созданы все условия, и проекты, и обучение, и всё-всё-всё остальное. И это самое развивает человека, в том числе операция «Приемник», когда если ты руководитель, ты должен найти себе программу, постоянно действующая программа, чтобы сохранялась преемственность тех курсов. Кстати, как раз Букалин сегодня ехал, и по радио обсуждали отставку нашего лидера из соседней страны, и они как раз говорили о том, что не было создано вот этого моста. И очень важно здесь, получается, как раз создание этого моста, и это тоже является элементом таланта. В компании Coca-Cola нет, я талант, ты не талант, вы все таланты, но люди, которые обладают этими талантами, они получают несколько больше возможностей для своего роста, и всё зависит, в первую очередь, от самого человека. Никто не заставляет быть талантами, всё, хочу – действуй, да? Ну, безусловно, но опять же, они не получают больше возможностей, возможности у всех одинаковые, они их лучше используют, я бы сказал так. И понятно, что люди приходят, действительно, мы считаем, что они все таланты. Понятно, что со временем мы смотрим и делаем ежегодные оценки, кто-то работает лучше, кто-то работает хуже. Безусловно, есть какая-то часть людей, которые по каким-то причинам не справляются с теми задачами, которые есть. Тут нельзя сказать, что у нас все идеальные, такие наши, как роботы. Понятно, что есть какое-то количество людей, которые по тем или иным причинам работают хуже, но подход и возможности у всех безусловно одинаковые. Итак, мы с системой разобрались. А вот инфраструктура, что такое таланты, как они живут, в принципе, теперь всем понятно. Скажи, пожалуйста, а вот ещё раз всё-таки хочу вот это разделение, пункт, потому что мне кажется, это очень важно понять. Как человек, который пока не является таким декларирующим своё собственное развитие, может увидеть, что тот, кто декларировал, стал лучше, быстрее, выше, сильнее. То есть, занял какую-то позицию, вроде бы вместе пришли, а вот он видит. Вот эта история успеха талантов, она транслируется для всех? Знаешь, их очень много, потому что эта система работает давно, и действительно у нас очень много внутренних передвижений, поэтому всё это на виду, это абсолютно открытая история. Всегда, когда происходят какие-то назначения внутренние, понятно, почему они там произошли, и ни у кого не возникает вопроса. Понятно, что кто-то может быть… А может, ты племянник директора, поэтому тебя назначили? Вот здесь таких нету к счастью или к несчастью историй. Другой вопрос, что всё равно мы все люди, мы испытываем какие-то эмоции, иногда нам кажется, что вот я-то всё-таки был лучше. Но, тем не менее, это абсолютно прозрачная система, и она не вызывает никаких вопросов. Супер. И опять же, вот из неё я добавлю, очень важно, повторюсь, что она одинакова во всех странах, и ты можешь апплицироваться на позицию в другую страну. И ты также на равных правах будешь оценён по отношению к этой должности, и можешь быть продвинут в другую страну, в другой регион. Тогда структуру мы построили, всё ясно, понятно, давай теперь её наполним. Давай. Мы говорили про технологии, про диджитал, очень обозначили в анонсе. И ты говорил, что прямо диджитал наступает в момент человека, попадающего в компанию, или даже отправившего резюме и всё остальное. Когда появляются роботы или технологии в управлении персоналом или в управлении талантами? Ну, такая тема, мне кажется, самая актуальная и самая интересная. Роботы появляются на этапе отбора. Что это значит? Знаешь, мы в прошлом году начали вот эту тему и начали использовать пока очень осторожно, но тем не менее, роботов для такого предварительного отбора кандидатов по нескольким позициям. Это означает, что, безусловно, мы не доверяем роботу оценку каких-то, не знаю, личных качеств кандидата. Но есть вакансии типовые, массовые, где… Ну, по сути, да. Когда рекрутер живой, если звонит, он задаёт одни и те же типовые вопросы, и совершенно не обязательно, чтобы это делал живой человек, это может делать робот. Поэтому для некоторых наших уже сотрудников знакомство с нами началось с приятного электронного голоса, который позвонил им, рассказал о вакансии, задал определённые вопросы, сделал предварительный отбор. И дальше, безусловно, уже подключился живой человек, который процессил этого кандидата по всем дальнейшим этапам. Что двигало Вами в первую очередь? Оптимизация, экономия, зачем роботы? Ну, здесь несколько соображений. Первое, если мы не будем следить за тем, что происходит в мире и за теми технологиями, которые появляются, то мы когда-нибудь отстанем. Нам этого не хочется. Поэтому мы хотим, наоборот, идти впереди, и мы даже иногда пилотируем какие-то вещи, которые ещё не вышли на рынок. Мы всем стартапам говорим, приходите к нам, мы готовы быть вашей тестовой площадкой. Ровно потому, что мы в этом видим будущее, это первое. Второе, мы, честно говоря, как обычно, знаешь, какое-то решение приходит из проблемы. У нас был очень конкретный кейс, когда было там несколько тысяч заявок на… Надо было и разгрести как-то. Ну да, я просто думаю, как красиво сказать, но ты точно суть отразил. Я просто работал чар-директором одно время. Да-да. Поэтому, условно говоря, понятно, что там, не знаю, пять тысяч заявок ты будешь обзванивать две недели. Нужно было сделать это очень быстро, и то решение, которое мы нашли, это был как раз робот, который сделал это, по сути, за день. И, поняв, что, в общем-то, история работает, да, у неё есть там свои ограничения, свои минусы, но это работает, мы дальше стали тестировать на других позициях, комбинировать там с олдскульными методами работы. Например, у нас в городе Самара там есть достаточно большое количество вакансий, связанных с колл-центром. У вас там холл-центр? Да. И при этом мы понимаем, что люди, которые откликаются, они реагируют больше, не знаю, на объявления в транспорте, на бегущие строки до сих пор по телевидению, на радиорекламу. И мы сделали единый телефон, который публикуется, не знаю, и в транспорте, и на радио везде, и когда человек звонит по этому телефону, он падает как раз на робота. Слушай, я как раз буду в Самаре в мае, договоримся, если будет возможно, я бы приехал, можно сделать там, пообщаться с людьми, снять небольшую зарисовочку, потом посмотреть, как действительно наудалённо люди воспринимают вот эти ценности и понимают, насколько талант они там верят. Ну, можем, да, обсудить отдельно. Окей, супер. Скажи мне, пожалуйста, мы часто ездим по миру, и зачастую, и я уверен, что ты тоже сталкиваешься, что в России с интернетом проблем вообще нет. То есть, он вообще есть везде. Ну да. А в Европе, в Америке, в Азии, ну не везде есть интернет, да. И говоря о новых традициях и технологиях, я помню, у меня здесь пару лет назад был руководитель Академии Adidas, так они придумали программу развития своих сотрудников, они тоже решили внедрять ценности. И взяли, убрали здоровую пищу. А, гамбургеры, пиццу убрали из столовки, сказали, завтрашнего дня только здоровая пища. Здоровая пища. Через день, через 2 недели очереди доставщиков гамбургеров, Макдональдсов и всех остальных потянулись в компанию Adidas. Они поняли, что надо не так, надо менять сознание. И вот их программа, она была замечена глобальным офисом, и руководитель этой программы стал курировать внедрение в других кантри-офисах. Вот такие инициативы, вы пиарите их на уровне глобальных офисов? Насколько они находят поддержку, собственно говоря, у самой головной компании? Да, безусловно, мы всё равно работаем вместе. И у нас нет такого, что страна отдельно, там есть какой-то, не знаю, группа... Есть у них тоже что-то, роботы какие-то, да? Ну, вот история с роботом, голосовым роботом в России была первой из всех стран. Прекрасно, очень приятно. И да, здесь как раз все очень удивились, потому что, ну, наверное, может быть, не ожидали о России такой прыти, хотя они об этом тоже думали. Но мы были первыми, кто это сделал уже в практической площади. Пошла ли какая-то трансляция в другие страны? Мы сейчас обсуждаем с коллегами, как это можно сделать, потому что понятно, что всегда есть и технологические особенности, есть и культурные особенности, да? И вот так просто сделать реплику не всегда можно, да? То есть, нужно подумать и сделать это смарт. Поэтому мы это обсуждаем, безусловно. И у нас есть такая, ну, скажем так, кросс-страновая, опять же, команда по внедрению новых инструментов. Мы все вместе обсуждаем, что может быть применено. Ты ходишь к такой команде, да? А где она собирается? В Европе, в Америке, в России или всё удалённо? Команда, которая обсуждает диджитал вещи, собирается диджитал. Как мне нравится, вот поехал в Европу, в хороший отель заселился, утром пришёл на встречу. Это долго, это долго, понимаешь? В современном мире нужна скорость, поэтому и все люди находятся в разных странах. Поэтому мы прекрасно собираемся… Закончение английский? Английский, конечно, да, язык английский. Олег, ты сказал ещё, между словом, я пытаюсь иногда ловить такие интересные вещи, которые ты говоришь, что вы становитесь площадкой для стартапов. Что это значит? Мы стараемся это делать. То есть, не могу сказать, что там это происходит массово, но действительно мы отслеживаем те новые инструменты, которые появляются. Ты можешь обратиться сейчас к публике, к молодёжи. Что ты бы хотел? Как бы ты пригласи кого-нибудь, кто что делает? Знаешь, я сейчас говорю скорее про как раз IT-стартапы и IT-стартапы в HR. Поэтому, коллеги, если у кого-то есть какой-то новый интересный продукт, который вы придумали, который вы хотите протестировать, меня можно найти в соцсетях, написать. Мы с удовольствием попробуем, поработаем с этим, запустим какой-нибудь пилотный проект, если это действительно нам может помочь. Потом расскажем об этом. Потом расскажем, да. Потому что, опять же, настолько быстро и неожиданно, и непонятно в какой точке мира появится вот эта новая идея, этот новый продукт, что нужно пробовать. И они везде сейчас появляются. Вопрос, поймал ты или не поймал. Да. Супер. Итак, смотри, берём классический, опять же, жизненный цикл человека в организации. Приём, адаптация, развитие, оценка, карьерный рост. Ну, и может быть, выход. Факт. Кстати, а как вы относитесь к людям, которые прекрасные, интересные, но по каким-то причинам переросли себя, а ничего дать нельзя? Вы их можете отпустить по-хорошему? Или предлагаете им куда-то там? Или всё-таки стараетесь удерживать? Ну, паспорта мы не отбираем. Поэтому, безусловно, если мы ценим этого человека и понимаем, что это наш талант, это человек важен для компании, мы стараемся найти другой вариант развития. И, опять же, здесь выходом может быть движение в другой регион, в другую страну. Поэтому для нас очень важно, и мы это всегда проговариваем с теми ребятами и с теми коллегами, которые участвуют в каких-то программах развития, что они готовы двигаться, что они мобильны. И если появится такая возможность, они должны быть готовы быстро принять это решение. Супер. Итак, на этапе отбора робот. Всё понятно, поговорил. Адаптация. Где диджитал? Ну, адаптация, я бы не сказал, что здесь какой-то такой очень много диджитал. Обучение дистанционное. Да, безусловно. Ну, это такое тоже, знаешь, я уже не считаю это диджитал. Хотя, наверное, даже не на всех компаниях это есть, но у нас есть планы по адаптации в нашей внутренней системе. У нас есть, безусловно, большое количество электронных курсов, которые проходят. Это ваши внутренние тренера, внешние, кого, как вы делаете так, чтобы это было круто и классно? Ну, это прежде всего наши внутренние тренеры, это курсы, которые разработаны для нас и под нас, они находятся в нашей системе. Но при этом, если нужно использовать что-то внешнее, мы тоже используем. Но в моём понимании это всё-таки, повторюсь, наверное, не столько диджитал, просто правильная организация информации. Структурированная, правильно поданная информация. То, о чём мы думаем сейчас, и пока мы это не внедрили, но, опять же, смотрим на какие-то пилоты, может быть, начать использовать какие-то чат-боты, в том числе для адаптации. Может быть, частично коммуникацию перенести в мессенджеры. То есть, вот эта история, про которую мы сейчас думаем, размышляем, выбираем, вот это, наверное, такой более диджитал. Всё остальное – это хорошо работающая, построенная система. Корпоративный портал. Да, безусловно. Он реально приносит какой-то важный элемент жизни человека? Да, он очень важен, потому что, ну, помимо таких, наверное, классических и стандартных функций, когда, не знаю, есть вся информация, документы, сервисы и так далее, у нас к корпоративному порталу привязаны все наши рабочие сервисы, там, САП, например, или другие системы, в которых мы работаем. И, по сути, всё моё рабочее место лежит у меня в рюкзаке. То есть, это мой ноутбук. Я могу из любой точки мира работать, пользуясь теми же самыми сервисами. Мы с вами за западом обсудили. Крик, чай, к телефону. Да, да, да. Ну, такого не должно быть, конечно, наверное. Хотя, почему нет? Вот, поэтому, безусловно, портал является такой важной точкой информационной и возможностью работать удалённо, в том числе и с чайками, почему нет. Олег, скажи, пожалуйста, вот мы при слое диджитал всё-таки как бы мы вне человека. Но так как я очень часто работаю с людьми, вообще я коуч и консультант, я постоянно всё-таки ратую за то, что при всём диджитале необходимо общение человек-человек. Есть ли какие-то воркшопы, есть ли какие-то сборы вот этих молодых талантов, чтобы заразить их, передать вот эту эмоцию? Как это тоже интегрируется с диджиталом? Ну, вещей оффлайн, наверное, даже больше, чем онлайн, потому что, ну, ты прав, всё-таки мы люди, важны эмоции, важно зарядить друг друга, важно общение и так далее. И особенно это важно, когда, скажем, те же проекты из разных стран делают разные люди, и чтобы они хоть раз друг друга увидели, им каждый день собраться. Но программ огромное количество, они связаны, опять же, и с обучением, и с кросс-функциональными проектами, и просто с собраниями команды иногда. Опять же, если международная команда, может быть, раз в год какой-то общий митинг, где все приезжают, меню с какими-то новостями, подводят итоги и так далее. Очень много оффлайн-мероприятий, безусловно. Другой вопрос, что, знаешь, здесь не должно быть такого, что мы, не знаю, собрались, посмеялись, не знаю, там, попили кофе. Всё-таки каждая из таких историй, она… Нет цель, конечно, конкретная рабочая цель, безусловно. Да, всё понятно. Ну, опять же, она рабочая, может быть, в том числе, сплотить команду. В том числе, да. Но мы должны понимать, для чём мы это делаем. Скажи мне, пожалуйста, с точки зрения Digital, опять же, возвращаю нас с тобой, какому-нибудь, знаешь, кадру из какой-нибудь фантастического фильма, где люди летят в корабле космическом, подходят и говорят, о, главная информационная система, скажи, что с нами будет. Вопрос. Вот есть ли некая какая-то мама такая, ну, понимаем, да, в IT смысле, которая ведёт профиль человека, она сама знает, когда ему что назначить, смотрит его оценки, говорит, что ему надо. То есть, некий такой, знаешь, Digital, как это сказать, большой брат, что ли, да, который ведёт всю жизнь человека, понимая, контролируя и при необходимости отправляя всем заинтересованным людям контактный информационный. Смотри, у него немножко снизилась производительность, да, у него там мама, условно, где-то там заболел, там, или ещё, ну, я понимаю, там, да, потому что он взял больничный, там, да, но что-то такое, есть вот, или к этому идётся как-то, или нет? Ну, ты знаешь, большого брата нет, я не знаю, может, опять же, зачарую у кого-то, но, безусловно, у нас есть система, в которой у каждого из сотрудников есть свой профиль. Кто кросит вот этот жизнь, лайфсайкл вот этого человека в компании? Слушай, ну, это, конечно, делают люди всё-таки, да, потому что… А кто, начальник, кто-то HR, где, кто? Это совместная работа, безусловно. Вот, знаешь, очень важный момент, когда мы говорим слово «диджитал», это, значит, работа под клонением, когда что-то произошло, должно быть пуш-уведомление, смс-ка, то есть, что-то, как это? Слушай, ну, нет, это, мне кажется, не совсем так, это действительно, наверное, про большого брата, когда вот ты, там, у тебя голова стала чуть квадратнее или чуть круглее, надо что-то с этим делать. Да-да-да. Нет, здесь скорее считается о том, что эти диджитал инструменты помогают нам, и нам, и руководителям работать со своими командами, и HR-бизнес-партнёрам работать с той популяцией, за которую они отвечают. Это только инструмент всё-таки. Безусловно, система не принимает решений, она не может сказать, что вот этот человек, не знаю, плохой или хороший. Это просто то, что нам помогает. Она показывает отклонение, по идее, пора обучить, снизилась или поступила заявка. Ты знаешь, ну, опять же, нет, всё-таки это чуть более человечное и чуть более индивидуально. То есть, мы работаем отдельно с каждым человеком и смотрим отклонение от чего, опять же. То есть, если мы понимаем, что его отклонения от него самого предыдущего произошли, ну, конечно, мы будем с ним работать, помогать ему и так далее. Но это не делает система, это делает HR-бизнес-партнёрам. Кто-то ведёт конкретно каждого отдельного таланта? Или с какого-то, например, уровня позиции, что за ним смотрят, его план общают, постоянно в контакте? Да, здесь история, она, опять же, частично есть в системе, когда для каждого человека готовится на год индивидуальный план развития, который в себя включает определённые мероприятия, обучение, это, может быть, какие-то как раз проекты. Там диджитал есть где-то, инновации? Ну, смотри, диджитал как инструмент отслеживания, вот это наша общая система, в которой, повторюсь, у каждого человека есть свой профиль, и к нему привязано всё. Диджитал как инструмент развития, это может быть один из проектов, но это, опять же, зависит от того, что мы хотим прокачать, т.е. нет смысла всем бабахать диджитал, потому что индивидуальные планы развития, они делаются исходя из тех зон развития, которые есть у каждого человека, у каждого они свои. А если я хочу, например, вот я талант, и ощущаю себя талантом, есть у меня, знаешь, типа вот там чат с Эчаром, где ребята, я хочу стать ещё более крутым талантом, или, знаешь, ты звонишь, вы хотите стать более крутым, вы хотите обучение, нажмите один. Кто-то так вот, ну, обращается сами, к кому обращается? Ну, такого нет, нажимать не надо, но, безусловно, в компании есть система Эчар-бизнес-партнёров, т.е. это люди, которые с стороны Эчара отвечают за какое-то подразделение, это человек, который знает всех своих талантов, с которым можно всегда пообщаться, спросить любые вопросы про своё развитие, про своё обучение, и вместе с Эчар-бизнес-партнёром найти тот вариант, который тебе нужен. Плюс у нас есть возможность получить ментора в рамках компании из, может быть, более высоко… Это типа коучинг, внутренний коучинг, да, такой? Ну, есть и коучинг, и менторинг, да, это там разные вещи. Ну да, то есть, по сути, мы очень активно используем ту экспертизу, тот опыт людей, которые есть у нас в компании, и люди готовы инвестировать своё время в то, чтобы обучить других людей. Причём очень, наверное, интересно и хороший результат даёт, когда это люди из разных функций, потому что тогда взгляд того человека, которому помогают, он расширяется ещё больше, он видит ситуацию с другой стороны, и это помогает ему развиваться. Знаешь, часто выступая в российских городах, я проповедую правильный менеджмент и хочу вообще, моя личная миссия, чтобы у нас система управления в России была построена не на страхе увольнения, а на неком другом подходящем, знаешь, я для себя это применил как общий корпоративный центр. То есть, если людям интересно вместе, они работают, а не работают, потому что мне страшно, потому что меня уволят. Люди говорят о следующем, часто всё это летит только тогда, когда первое лицо в компании говорит, что да, я это делаю. И ты знаешь, у меня есть уникальный опыт, буквально мы сейчас в одной компании ведраем ценности, и перешли, после выработки, перешли к этапу жизни по ценам. И вчера собственник написал письмо, что я понял, что теперь я должен сказать главное слово, я постараюсь быть таким, если вдруг я не такой, подходите ко мне и говорите, что что-то меняет, вот это, мне кажется, начало трансформации. Как у вас какие-то первые лица, как они помогают всем остальным видеть то, что то, что вы говорите, оно действительно соответствует реальности? Ну, знаешь, я немножко, может быть, вернусь от того, что ты сказал, про собственника. Здесь, наверное, важно не только, чтобы он говорил, а он может даже не говорить, а чтобы он делал. Но он обозначил, что будет это делать теперь. Ну, знаешь, у нас вот то, что я видел, часто бывает, что он говорит, но потом заканчивает речь, и делает совсем другое, и тогда это не полетит. У нас, мне кажется, это очень такая естественная история, ну вот, например, у нас практически все люди на «ты», независимо от уровня должности, и ты практически к любому человеку можешь подойти и спросить что-то, то есть, если тебе нужна помощь, или написать ему в Скайпе. И все воспринимают это нормально, то есть, здесь нету какого-то, не знаю, барьера. И те ценности, которые есть, они разделяются всеми, наверное, естественно, опять же, нет какого-то принуждения. Мы просто все понимаем, что вот так делать правильно, и это близко нашему внутреннему ощущению и внутренней позиции. Поэтому, наверное, человек, который будет из этого выпадать и не будет это разделять внутренне, он просто долго не сможет работать, ему будет просто самому некомфортно, потому что он будет понимать, что что он всё время играет какую-то чужую для себя роль, и сам от этого страдает. Хоть я тебе обещал, что мы будем мало говорить про ценности, по сути мы вокруг ценностей и талантов, время подошло практически к концу, осталось 5 минут. Скажи мне, пожалуйста, твоё внутреннее ощущение от того, что ты работаешь с талантами, что это лично тебе даёт, насколько ты чувствуешь свою ответственность, и насколько тебе самому это интересно делать? Знаешь, это очень интересно делать, потому что, мне кажется, ты всегда находишься на острие всего нового, всего прогрессивного, и ты видишь, мимо тебя проходит будущее компании. И от того, кого ты подбираешь, какие люди приходят, зависит от того, как бизнес будет себя чувствовать и как компания будет работать в будущем. Поэтому, прежде всего, это очень большая ответственность, но это очень прикольно, это очень такой большой фан, это очень сложно, это требует огромное количество времени, всё время что-то происходит, всё время что-то срывается, потому что ты взаимодействуешь с огромным количеством людей, и каждый из них может поступить в каждую минуту, как ему хочется. Но по итогам, когда ты видишь результат своей работы, ты понимаешь, что та команда, которую ты помог собрать, сделала результат, вот это очень круто. И, наверное, это перевешивает все сложности и трудности, и время, и силы, которые ты тратишь на это. Скажи, пожалуйста, если человек захотел бы работать в Кока-Колу и чувствует себя действительно талантливым человеком, он может просто написать письмо, и какая вероятность того, что на письмо «я хочу работать в Кока-Коле», он получит ответ? Он, безусловно, может это сделать, но я бы советовал не просто написать «я хочу работать в Кок-Коле», а, наверное, это должна быть чуть более осознанная история, что он хочет, почему он хочет, какие ему задачи интересны. И, безусловно, мы получаем такие письма, общаемся с коллегами. И вы берёте на все позиции, и на топ-позиции тоже, и с рынка, то есть на все позиции, в принципе, можно участвовать в конкурсе? Безусловно. Мы, конечно, стараемся, как только появляется позиция, прежде всего использует вот этот внутренний наш талант. Талант, талант, да. И это нам кажется правильным, и так, опять же, работает во всех странах. Но если вдруг по каким-то причинам нет внутреннего человека, которого могли бы продвинуть, безусловно, на любую позицию может быть рассмотрен внутренний кондиционер. Скажи, пожалуйста, а ты преемником кого являешься? Ну, ты знаешь, я тут, наверное, не буду пока комментировать, потому что эти истории… Вот это же в этой программе, да? У вас, у всех есть? Ну, опять же, на каждую из ролей, которые у нас есть, должны быть преемники, поэтому, безусловно, это работает на всех уровнях, ну, там, наверное, не очень правильно комментировать. Желаю тебе успехов, и мне было очень интересно сегодня. Надеюсь, мы, в принципе, подвели все итог. Сделай, пожалуйста, какой-нибудь вывод о том, все-таки, что такое диджитал таланты в Кока-Коле. Ну, повторюсь, наверное, таланты – это будущее компании, это то, что может дать ей возможность сделать большой рывок на рынке, а диджитал, опять же, то, что поможет талантам сделать этот рывок, и это тоже наше будущее, то, без чего мы совершенно точно уже не сможем жить дальше, и то, куда нам всем нужно идти. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы сегодня целый день, целое утро, целую программу нашу разговаривали о талантах. Цените своих талантов. И, в принципе, все люди, работающие в вашей компании, являются талантами. Вопрос – смогли ли вы их раскрыть или не смогли, помогли ли вы им или не помогли, создали ли вы или в среду, в которой человек хочет стать талантами. Мы с удовольствием будем продолжать с вами делиться вопросами. Мы доступны в соцсетях, вопросы о том, как лучшие практики. Всегда, мне кажется, все наши компании и все наши спикеры готовы вам помочь. Большое вам спасибо, что вы были с нами. Олег, огромное тебе спасибо. Тебе спасибо. И до новых встреч. Пока. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова